Вы знаете, я об этом несколько раз в последнее время говорил, даже благодаря этому получил несколько интервью в израильской прессе, потому что очень критиковал в том числе и прессу и политические партии в нескольких своих выступлениях и на своей странице фейсбука именно за то, что занимаются, прошу прощения, черти чем. То есть вместо того, чтобы всерьез обсуждать вопросы безопасности, иностранной политики, экономики, социальные вопросы, не знаю, абсорбцию, образование. Боже мой, здесь бутылки, там не бутылки. Еще при этом некоторые оппозиционные партии нападают на ликуд и говорят, вы не занимаетесь серьезными вопросами в этом кампейне. Я опять же прошу прощения за несерьезность. Помните, мы так в детстве говорили, ух, мы бы им дали, если бы они нас догнали. То есть как бы, ну как-то так, давайте поговорим об экономике, кто ее сохраняет в каком-то человеческом состоянии в Израиле. Давайте поговорим о безопасности, давайте поговорим, как кто из, то что называется, челленджеров, те, кто претендует на пост премьер-министра, организует выступление в американском конгрессе и получит там овации. Ну давайте поговорим об этом. То есть я считаю, что очень много важных тем, что, к сожалению, есть в настоящий момент ситуация, в которой есть один кандидат Бениамин Натаньяо, а второй кандидат, который называют только не Биби. И когда такая ситуация с этим только не Биби, никому неизвестным и не записанным в Министерстве внутренних дел, то о чем может быть серьезный разговор? Тогда только не Биби. И поэтому здесь, я думаю, что может в те считанные дни, что нам еще остались, я призывал и призываю всех начать говорить о серьезных делах. В конце концов, мне кажется, что и потенциальным избирателям очень надоело слушать про то, сколько бутылок сдавал или не сдавал премьер-министр и как он поссорился со своим хозяйственником, завхозом в доме премьера, в резиденции премьера. Я думаю, что есть много о чем другом поговорить.